Игнатий Тихонович, вам доброе утро! Доброе! Откуда кто? Меня зовут Дмитрий, живу в штате Миннесота, а баптист в третьем поколении? Понятно. Так, у нас все записывается? Я вам писал. Выставляется в интернет, вы не против? У нас все записывается? Нет, не против. Все, говорите, я слушаю. Значит, я хотел как бы порассуждать с вами на трех... Они друг друга касаются, эти три вопроса, но тем не менее они разные. Вот я вам писал там насчет священства, церкви и еретиков. И вообще понятие еретиков. Что-то вы тормозитесь, видно, связь плохая. Ну, у вас первый-то вопрос какой? Вот я буквально недавно смотрел один из ваших роликов, и у вас там было собрание, так вот вы общались, разбирали слово, и из ваших уз вылетела такая фраза, что без священства нет спасения. Вот описание говорит. И вот хотел бы, ну вот хотел бы знать более подробно, потому что, как бы, я знаю, я в принципе с позиции вашей, как бы, знаком, но вот когда вы говорите, Писание говорит, хотелось бы знать более точную ссылку на то, что именно, что без священства нет спасения. Потому что вне церкви нет спасения. Христос придет за церковью. Церковь – это его тело, Колосиным 1,18. А церковь только там, где есть закон на рукоположном. Это у нас, я отвечал многократно, я вам ссылку сделаю, это на нашем сайте, как только я дам ссылку, откройте, там написано «Кисну православия» моя книга, и там о священстве. И там все полностью, что из Библии, что первые века было, какие каноны, и добавить к этому ничего нельзя, просто надо иметь священство и все. Ну, понятно, но я, как бы, обращаюсь к оригиналу, к учению самого Господа Иисуса Христа и, например, его апостолов, или учеников, которые стали апостолами. И, как бы, никто из них такого утверждения не делал. Хорошо. Потом оно, конечно, выросло в то, что вы говорите, вот оно, как бы, выросло. И меня всегда вот смущает этот момент, что, как бы, закрывая глаза на оригинал учения, больше опора делается уже на то, что выросло после из этого. А когда после, скажите, когда после? После, вот в течение многих веков, мы, как понимаем, например... Нет, давайте обращаемся на 4 века. Много не надо, будем говорить 4 века. Скажите, а вот вы говорите, учения апостолов, откуда вы узнали учения апостолов? Мы узнали из Писания. А кто писал? То, что мы называем сейчас Писание из Евангелия. Так, я буду спрашивать тогда, чтобы мне понятно, о чем надо говорить. А вы признаете Библию и синодальный перевод? Мы признаем... Лично я, вы меня, как бы, спрашиваете. Конечно, мы признаем Библию и синодальный перевод. Я лично признаю книги священного Писания, которые не вошли в синодальный перевод, которые, например, даже являются апокрифами. Ну и, в частности, книгу Иноха, я, например, признаю. Буквально сейчас ее внимательно изучаю. Поражен глубиной откровения, которое там закрыто. И я знаю, что, например, у нас не было возможности знать об этом раньше. Ввиду того, в какой стране мы выросли. Все это было закрыто от нас. Конечно, признаю. Так, я спрашиваю, вы Новый Завет признаете? Сколько в нем книг? Да. Сколько книг? В Новом Завете я сейчас точно не помню. По-моему, 29, да? 27. Книг тут. Ну, хорошо, вы первые четыре Евангелия признаете? Четыре Евангелия? Конечно. А как? Перечислите их по порядку. Да, Евангелие Матфея, Евангелие Луки, Иоанна, Марка. Марка, потом Луки, третья Луки, четвертая. Да, потом Иоанн. Так, а кто вам сказал, что четыре только Евангелия? В первом-то веке-то, в первом веке-то, при апостолах их уже было не четыре, а двадцать. Согласен. А кто вам сказал, что четыре? Не спорим об этом. А кто вам сказал, Евангелие Матфея почему приняли, а от Фомы не приняли, Евангелие Басилиска не приняли, Евангелие от Евреев не приняли. Кто этим занимался? Выделил четыре Евангелия. Кто? Этим занималась христианская община. Нет, ну я понимаю, что вы говорите, ссылка у вас на первый съезд, который был Константином утвержден. Список писаний, которые не принимали. Я говорю, первый век, давайте, чтобы правильно понимать. Подождите, я не о Константине говорю, а о первом веке. Потому что вы говорите не о том, о чем я спрашиваю. Канон, канон, он был установлен не при Константине. Первые-то христиане, они могли разобраться, какие Евангелия взять. А вы слышали такого профессора Масленковского? Конечно. Вот, он об этом подробно описывает в своем... Да, я читал его книги. ...достоверно ли Евангелие? Почему четыре Евангелия-то? Почему не двадцать, а четыре остальных? Кто это выделил-то? Вы им доверились? Раз вы признаете, значит, вы доверились этим людям. А это были-то все православные? Да. Последовательно быть? Были все христиане, конечно. Конечно, конечно. Мы этого не отвергаем. Хорошо. Мы этого не отвергаем. Мы признаем, что... Вы говорите, что вы признаете. Значит, вы признаете, что там был Дух Святой? Конечно. Те отцы, которые называются святыми, они выделили эти четыре. Как было? Он говорит, как? В храме православном, не баптистском, положили все двадцать Евангелий на престоле, запечатали, замкнули под замок. Утром пришли, все на полу валяются, четыре лежат. Дух Святой выделил это. А он говорит, что если бы это не так... Хорошо. Если бы это не так, то мы путем исследования дошли бы до этого, что на престоле сознания у человека именно четыре Евангелия, четыре света, части света, четыре животных, которые в откровении видны. Каждому животному соответствует Евангелист. Понимаете, за этим сколько скрыто. Это говорит человек неправославный. Он принадлежал неправославным, ненонит. И вот по порядку мы дальше. Но у нас нет спора, поэтому... Хорошо. Теперь. Если мы доверились в этом месте, то где границы того принимать, не принимать-то? Надо определиться, в каком атошли, в какое место неправильно истолковали-то. Когда начинаешь беседовать, вообще не знают. Если в первом веке приняли, дальше так это все было, без Еноха, и 20 столетий было без Еноха, то ясное дело, что Енох тут и не нужен. Зачем вы его берете? Там много, сокрыто. Там ничего не сокрыто, кроме заблуждения. Под книгой Еноха мы не знаем, что было. А что нам подсовывает, это никакого отношения не имеет к книге Еноха. Вот первое. Начинаем говорить? Ну вот я... У меня находится... Я понимаю, что есть... Да, баптисты. Я говорю, скажите, а вот на русском языке вы считаете? Да. Ну открой. Открыл. Синодального издания. Перевода. 1876 года. А кто переводил-то? Никого не знают, ни одного. Это новое поколение, вообще ничего не знают. Баптисты. В десятом поколении баптисты. Я говорю, почему не знаешь-то? Профессора Павского слышал? Нет. А он учебники писал для еврейских школ Герасим Петрович. Преподаватель академии духовной. Воспитатель царских детей. Он знал еврейский язык, с которого переводилось, как родной. Еврей Хвольсон Давид Аврамович. Я беседовал с Александром Менем, это священника убили. Я спросил, а вы, он еврей, работает с оригиналами. Я говорю, а вы могли бы перевести как Хвольсон? Он говорит, да вы что, да никогда. Это уровень, выше которого не поднимались. Не поднимались. Я еще хочу сказать. И перевели православные. Вы доверяете уже в девятнадцатом веке им. А почему теперь другие места вы не соразмеряете с этими двумя моментами? Объясняю. Потому что у нас сейчас есть достаточно много источников, оригиналов, скриптов, которые мы можем сравнивать. Например, сейчас на дальний перевод берем, обращаемся к оригиналам, которые хранятся. Мы можем сравнивать. Находим подтверждение, что действительно эти оригиналы соответствуют, вернее перевод соответствует оригиналам. То есть причин для сомнения в них нет. Чтобы ставить их под сомнение и считать выдуманными или отредактированными, как Стерлигов говорит. Понимаете, у нас основания. Мы здесь с вами абсолютно согласны. Я по этому поводу вообще не спорю с вами. И не хочу. Я просто как бы поднимаю вопрос священства. Потому что я же читаю те же Евангелия, которые вы сейчас переводите в пример. Так я сейчас вам хочу сказать. Я по основанию сделал. То есть вы верите, что Дух Святой трудился среди апостолов, среди тех, которые выбрали в канун 4 Евангелия. Вы верите, Дух Святой помог перевести правильно на русский язык. Так вот те, которые я перечисляю, все были православные. И вот они как раз, эти люди определили, кто я сиритик. Киритикарий. Он не признавал, что Христос Бог. Что есть Святая Троица. Мы должны склониться. Или так, как понимала Вселенская Православная Кафолическая Церковь. Или на Аре. Я знаю, баптисты верят правильно. Троицу признают. Христа за Бога. Они не как субботники, адвентисты седьмого дня. Они верят, что есть ад. Есть душа у человека. Я баптистов хорошо знаю. Я несколько лет у них проповедовал с капитры. Так что мне тут толковать ничего не надо. Да я знаю, это чрезвычайно хорошие люди. Но они не церковь. Почему? С первого до двадцатого века никогда никто не дерзал священно действовать, преломлять хлеб, не будучи рукоположен от апостолов. Это не церковь. Это обман. Это дофана Верона и Корея. Народили. Шестнадцатая глава. Книга чисел. Они хорошие люди. Написано знатные. Но не решили делать, что Моисей. И Господь, это единственная казнь в мире была живьем в ад. Со всеми семействами. А это были прообразы для нас. Вот в чем дело. Кто такие еретики? Те, которые... Хорошо. У меня вот поэтому как раз, как примеры привели, у меня по нему вопрос. Потому что я понимаю, что то, что вы сейчас утверждаете, оно выросло из традиции. Но если взять евангельский или новозаветный текст, например, то тот текст, где говорится, что они ежедневно собирались в Менске, преломляя хлеб. И потом апостол Павел очень сильно на них разгневался, что они вот это священное действие, хлебопреломление, как у нас у баптистов называется, превратили в попойку, в пьянство. И он в связи с этим их осудил. Говорит, что же вы делаете? Не рассуждая о теле и крови Господнем. То есть присутствовал даже уже тогда, буквально на самом ранней стадии христианства, уже присутствовал элемент такого, что, например, по всей видимости апостолы допускали, что люди, собираясь вместе, могли, как бы воспоминая страдания Христа, преломлять хлеб и пить вино, но они злоупотребляли это. Даже может быть... Вот я как бы ссылаюсь. Вы знаете этот текст, о котором я говорю? Конечно. То есть, хотя потом развилась традиция, о которой вы говорите, что вот только священник может делать так и так. Хотя я знаю ваши ролики, где вы утверждаете, что если нет священника, то может это сделать любой верующий. Нет, нет, это окрещение. Где-то отчасти вы согласны. Это окрещение только говорится. Только окрещение. Не о Ихаристии. Да, о крещении. Так, тогда вопрос еще сразу. Ну вот я вам пример привел. Библия далеко у вас под рукой? Откройте Титу. Да вот под боком. Титу 1.5. Нет, нет. Послание Павла к Титу 1.5. Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Вопрос состоит в общем. Он пришел туда Тит, а там уже стоят пресвитера, как у баптиста. И среди себя хороших выбрали. Он признал бы их Тит? Или он должен был рукополагать, как Павел сказал, чтобы он рукополагал? Он и пископом был. Баптисты-то не пошли этому путем. Вы говорите, мы по Писанию, а говорите вопреки Писанию. Это недоконченное. У баптистов недоконченное. Не, не, но... Но все равно. Давайте еще раз прочитаем. Для того Тита оставил... Давайте сейчас пока послушайте. Вы вопрос задали, поэтому мне приходится объяснять. Еще раз считайте. Вслух считайте. Для того я оставил тебя в Крите. Для того я оставил тебя в Крите, чтобы довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. То есть там не выбирали, а он должен был идти, как Тит, Тит, епископ, и приходя туда, рукополагал. Баптисты-то начали ни с чего. И среди себя выбрали. Первый Джон Смит залез в воду, сам себе руки положил и говорит, я сам себя крестил. Ну так не было, это кощунство. Откуда у баптистов преситера-то, когда ни одного епископа там не было-то? Ну ясно, что самозванное общество. Дальше. Откройте 14.23 Деяния апостолов. Ну вот мы. 14.23. Вы просили по Писанию первый исток. Я вам говорю, вы хорошо делаете, что верите. Конечно, конечно. 14.23 Деяния апостолов. С баптистами легко разговаривать. Они верят Библию. Рукоположившие же им пресвятеров каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали. Так они и рукоположили. Мы второе место находим. Уже два свидетельства, что рукополагали только апостолы и их ставленники. У баптиста то этой связи-то нету. Самочинное его, ну, сборище или как он называет. Сами себя избрали и сами себя рукоположили. Как он может дать? Апостол Павел говорит, без всякого сомнения, это посоветит к евреям. 7.7. Откройте еще одно место. 7.7. Евреям. Давайте. Бог всякого же... Бог всякого... без всякого же прикословия меньше благословляется больше. Поясните, что это означает? Всем, всем, без всякого же прикосновия меньше благословляется больше. Так, зачем вы прикосновите, без всякого прикосновия? Вы нарушаете уже. Кто меньше, кто больше, назовите. Ну хорошо. Назовите, чтобы дальше... Хорошо, я объясняю. Да, давайте, пожалуйста. Кто меньше, ты назван? В данном случае речь идет о том, у кого власть больше, тот приходит. И как, например, если взять сравнение с светской властью, например, президент ставит министров или губернаторов. То же самое, например, в данном случае поступали, если ссылка благословляется. Здесь, правда, не говорится о постановлении, говорится о благословлении. Что отец благословляет сына. Хорошо, хорошо. Так, теперь по порядку. Скажите, когда Тит пришел на острове Крит, и он рукополагал, кого-то рукоположил, кто старше? Тит или кого он рукополагал? В данном случае ему было поручено. Там я не знаю, кто был старше, ему было поручено. Ну хорошо. А если не было поручено, зачем ты наберетесь за это дело-то? Ну если так, честно. О, поручено. Так вот, церковь передавала это поручение. Оно не умерло, поручение-то. Вот смотрите, Тит пришел туда, и мы сознаем, что это правильно было. Были епископы при Ситера. У аптистов не было ни одного епископа. Как они ему рукополагать-то могли, когда это только прерогатива епископа-то? Ну явное дело, что детская игра. Что вы говорите? А без епископа этой церкви нету. Это пишет Игнатий Богоносец. Это ребенок, который все сбрал науки. Это не Константин Великий писал. Я слышу вашу позицию, но я прежде чем объяснить мою сторону, хотел бы знать, что вам баптисты на эти вот ваши замечания говорили, Ничего не говорили. Что они вам говорили? Смотрите, 53 года. Я хотел... Я объясняю, вы просто задали коробку, я сразу отвечаю. 53 года я с ними общаюсь, и ни один не ответил, ни один. Говорят, а у нас Лютер был епископом. Вот так. Лютер не был ни одного дня епископом. Зачем выдумывать-то? Конечно, конечно. Но есть объяснение. Если вам интересно, я как баптистам вам расскажу. Может быть, вам баптисты такие попадались? Я говорил о Москве с генеральными секретарями баптистов. Они попадались. Мне попадали очень хорошие. Нет, ну я просто... Житков, Яков Житков. Я не сомневаюсь. В курсе, знаю. Я еще маленький был. Отец читал его статьи в Братском Вестнике. Мы читали. Ну, я как бы хотел бы, чтобы люди знали то, как мы мыслим, а по этому поводу. Говорите, говорите. Поэтому я не даром задал вопрос о священстве. В Новом Завете мы в двух местах встречаем слово «священство». Вообще. Больше мы его нигде не встречаем в Новом Завете. Вернее, в двух контекстах. Первое священство, где тоже в послании евреям пишется, что «Первосвященник Христос» по чину Милхоседека, то есть слово «священник», «священство», «Христос», «Первосвященник». Второе, именно по содержанию слова похожее, мы встречаемся, где написано, что «Вы царственное священство», то есть те, кто уверовал в Господа Иисуса Христа, принял его Голгофскую жертву, по его благодати становятся священниками. Священниками в смысле вселенском таком. Не то, что получают какую-то власть, кому-то что-то указывать или доказывать. Вот как бы священство в этом смысле. Вопрос второй. Кто такие присвятера? Кто такие декана? Епископы? Мы согласны с этими терминами, которые встречаются в Новом Завете, но мы их не подменяем словом «священство». Мы не говорим, что это... Мы не проводим параллели с Верхним Заветом, как вы, в частности, сделали. Ну, как бы ваша позиция такая, но мы не проводим эти параллели. Это административные позиции, которые были приняты общинами для того, чтобы был порядок в служении, в общениях, в служении, вообще в церковном устройстве. То есть они не были священники по тому оригинальному значению, как это было в Ветхом Завете. В Ветхом Завете роль священника приносить жертвы. Им стал Христос. Он был и священник, и жертва. Мы больше в этом не нуждаемся. То есть священник в этом смысле слова. Мы как священники приносим жертву. Славя Господу, жертва уст наших. Мы возносим молитвами, песнопениями, своей праведной жизнью, следуя Писанию, следуя заповедям Господа. В этом наше жертвоприношение Ему. Вот в этом смысле мы как бы созвучны, отголоски, или как бы похожи на священника Ветхого Завета. А вот должности пресвитера, дьякона, епископа, мы рассматриваем больше как административные такие инструменты, которые для порядка, для соседей. Потому что наш Бог – Бог мира и устройства. И это был как бы здравый смысл, по которому пошли апостолы. Потому что назрела ситуация, как, помните, у Моисея. Он сидел и судил всех, а ему тесть пришел и говорит, да что ж ты сам всем занимаешься? Назначь тысячи начальников, сто начальников, пускай они делают. То есть это был чисто административный момент, очень мудрый и правильный. Но не священство. То есть то, которое имело в значении Ветхого Завета, это позиция, в которой я, традиция, в которой я воспитан, вырос, и который я понимаю, читая то же самое Писание, которое мы признаем, как вы, так и мы. Вот как бы у меня вопрос. И когда я услышал о последней беседе у вас там, вот в Потеряевке, вот в деревне, когда вы упомянули, мне резануло слух, что без священства нет спасения, меня резануло. Потому что мы знаем, что вот Писание не говорит, не утверждает этого. Хотя я понимаю, как это все выстроилось из традиции христианской. Так, я ваш вопрос понял. Вас как звать-то? Дмитрий. Дмитрий. У меня дед Дмитрий, Тихон Дмитриевич был. Так вот, послушайте тогда, вы вопрос раздадали, его надо вам осветить. Вы говорите, мы, я ваши слова уже беру за основание теперь, что для порядка и прочее. То есть вы ничего сакрального не видите, как у мусульман. У вас ни чем не отличается. У нас священник имеет право отпускать грехи. Кому простить и проститься. Если вы отрицаете это сакральное священство, то вы настаиваете на том, что священство, обладающее правом прощать грехи, отменено. У Христа их такого нету, да? Теперь слушайте. Девятнадцатая глава, шестой стих, исход. Запишите, потом посмотрите. Исход. Девятнадцать шесть. Хорошо. А вы... Девятнадцать шесть. А вы будете у меня царством священников. Да. И народом святым. Вот слава, которая скажется нам, Израилем. Несмотря на то, что в духовном плане весь Израиль был священником, но одно колено левина было посвящено жертвоприношению. Не следить за порядком только. Они хотя и вынуждены были это делать. Бог принуждал их. То есть Бог очень, очень ревнивый. Бог ревнитель. Ревнитель. Пришли люди, решили приносить жертву. Я не закончил, иначе разговор закончится. Вы задали вопрос, я не могу ответить, вы меня все время перебиваете. Будьте внимательны. Я спорить вообще никогда не спорю. Я возвещаю, вы спросили, иначе я буду молчать до конца. Смотрите. Двдесяти пятьдесят мужей. Написано, люди отличные. Они взяли кадильницы, они знали, какие эти кадильницы, что положить надо было. Но они не просчитали то, что написано. Кто сделает подобный состав, рукоположение, там тогда было помазание, да будет предан смерти. Но как доказать, и вдруг с неба падает огонь, и двести пятьдесят головешек лежит. Надо было бы выбросить. Но Писание говорит, Бог повелел эти кадильницы разгладить и обить жертвенник, чтобы другим не было повадно. Это были образы для нас. Павел пишет в первом послании к Коринфам 10.6. Это не просто история. Образы, дальше запятая. Чтобы мы не были походливы на злое. Запишите 1 Коринфянам 10 глава 6 и 11 стихи. Для нас достигших последних веков. Это образы. Теперь Господь говорит все, я с вами во все дни до скончания века. Не сказал в первом веке буду, а потом совратятся в четвертом при Константине, а потом баптисты появятся в 17. А вот в этих веках там меня не будет. Церковь навсегда основана одна. Врата ада не одолеют ее. Понимаете, ошибки в чем у сектантов. А мы думаем так. Несмотря на то, что вы так думаете, Писание так не учит. В Новом Завете вот это мы все, ну, читаем мы откровение 5 глава 10 стих. Мы цари и священнику, Богу Всевышнему. Откровение 5.10. Но несмотря на это, есть и священство. Вы вот что, ошибка-то ваша в чем заключается. Вы откройте его, Евреям 7.12, пожалуйста. Запишите, откройте. Евреям 7.12. Это ваша корневая ошибка. Тут подставу сделали слову. Евреям 7 глава 12 стих. Считайте. Да, у меня оно отмечено. Потому что с переменой священства необходимо быть перемена и закона. Перемена священства. То есть перемена одного священства на другое священство. У вас-то его нету. Не отмена. Что тут понимать-то? Перемена это значит... Перемена означает что? Деньги переменили на юаня. Или на доллар. А отмена это означает, чип поставили, денег нету. Что тут не понимать-то? У вас отмена произошла, а не перемена. Теперь я маленький вопрос задам. Скажите, Оза перевозил ковчег по повелению царя, ковчег наклонился, и Бог его убил. За что он его убил? За то, что он прикоснулся к тому, что не положено было. А что не положено? Наклонилось, наклонилось. Прикосновение к ковчегу. Ну, наклонилось, наклонилось. Ну да, но прикосновение... Ну, ничего страшного. Не положено, не положено. Ничего страшного нету. А вот это означает, своими человеческими силами, вот как все протестанты, хотят изменить положение, выправить наклонившийся ковчег, православие. Его не выправить, только Бог это делает. Теперь, первая книга царств. Ты первая книга царств. Запишите. Угу. У вас книга эта есть? Сейчас. Да. Сейчас я вам скажу, как. Вот у нас есть такое, что когда ковчег был в плену, вы знаете, там Бог догон, был обезглавлен, лежали руки-ноги, и у них напали коросты на них какие-то, и они поставили ковчег и отправили домой. И он шел. И в это время жители Бевсамиса были на полях, жали, жали, обыкновенная жатва была. И они видят ковчег, а ковчег-то стоял там, где темно, никто никогда не видел. Они решили посмотреть, не плевать, не отрицать, посмотреть глазами. И что дальше было? Не помните? Я вам напомню. Написано, и они не порадовались. Почему? Бог, не я, Бог Югова, убил 50 тысяч и 70 человек. 50 тысяч, даже для Саленградской битвы это была большая цифра. Даже на Курском сражении и то большая. 50 тысяч. Ответьте, пожалуйста, Дмитрий, за что Бог убил 50 тысяч и 70 трупов? Вы заглядываете в ковчег Божий. Ковчег Божий. А ковчег что прообразовал с обою? Про образ написано. Все это было тень будущего. Ковчег это было храм. Да. 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 За что Бог убил 50 тысяч? Да, я согласен с вами в этом вопрос. Скажите, 50 тысяч это много? За что убил их? Я сейчас еще раз напомните, я просто отвлекся как бы на ваше место из евреев. Пытался он убил за то, что они явили святости, наверное. А вы как-то к себе применяете это? Это были образы для нас? Конечно. Образы для нас? Ну а как это применяют? Ну скажите, Конечно. У нас применяется это в отношении исполнения заповедей Господних. Например, мы знаем, что Бог свят. Мы, например, поругаем не бывает. Например, я просто буду говорить Писанием, например, Бог поругаем не бывает, что человек посеет и пожнет. То есть отношение к Богу не должно быть понебратским, отношение к Богу не должно быть как будто бы Он тебе служит, а ты должен служить, почитать, оказывать честь, поклонение, святость, исполнение, благоговение перед Ним. Давайте откроем первая книга Сарса. Шестая глава, тринадцатый стих. Откройте. Первая Сарса, шестая глава. Пожалуйста, откройте, прочитайте. Шесть-твенадцать. До девятнадцатого стиха. Один стих прочитаем, а потом девятнадцатый. Так, хорошо, читаю я. Жители Вевса Миса жали тогда пшеницу в долине и, взглянув, увидели ковчег Господень и обрадовались, что увидели его. Девятнадцатый. Колесница же пришла на поле... Девятнадцатый. Да. И поразил он жителей Вевса Миса за то, что они заглядывали в ковчег Господа. Да, они явили святости, другими словами. И убил из народа пятьдесят тысяч семьдесят человек и заплакал народ, ибо поразил Господь народ поражением великим. Вот это делают протестанцы, заглядывать... Не видят святости. Заглядывать не надо. Это, конечно, речь идет о деле Божьем. Они никакой святости не видят в епископате. И в первый век, второй, третий, восточно-западная церковь, все понимали одинаково. Григория Армянская, копты сирийцы понимают одинаково. В ни одного священника, пресвитера, не было без связи по рукоположению, хиротонии с апостолами. А мы так считаем. А по-другому-то вам и нельзя считать, иначе вы просто должны криком кричать. А мы так считаем. От того, что мы так считаем, ничего не меняется. Понимаете, Гитлер считал так, Сталин так. Сегодня свидетели Иегова называются, они считают так. Для нас ваше Писание. Главное это Писание. Писание говорит о том, что каждой церкви рукоположили апостолы, не сами их ставили из своей среды, апостолы. И у церкви определенный порядок. Павел говорит, хорошо, что держитесь нашего предания. И отвращайтесь от тех, которые не соблюдают предания. Почему отвращаться-то? Но они еретики. Вот и ответ вам. Еретиков нам зачем слушать? Понятно. Но здесь у нас... Понятно. Понятно. Вот апостол Павел опять же ссылается, как бы он поощрял, например, разномыслия, разногласия, чтобы были выявлены искусственные. То есть, если идет аргумент, как бы, например, ну, не то, чтобы кто-то кому-то что-то хочет доказать, а просто рассуждение на какую-то тему, и этот спор Павел поощрял для того, чтобы прийти к большей истине, к более к истине. И он считал это правильным. И в частности, например, конечно, вот я не вам в упрек, а как бы, если говорить о православии в целом, что есть вот этот элемент желания всех построить. Построить, и тут же, если человек вдруг поставил под сомнение мнения того или иного авторитета православного, то тут же его объявить еретиком. Вот это как бы вольность в этом вот. Это вот напоминает мне наши 70 лет советской власти. Точно так партия действовала. Димитрий. Или вот я сейчас недавно перейти. Да. Давайте по порядку. Оттуда не надо советское. Теперь. Господь говорит, я с вами во все дни до скончания века. Вы в это верите? Ну вот вопрос о рукоположении. Вселенская церковь вся понимала. И до сегодняшнего дня 2000 лет. А понимать, что любой может быть. Первая попытка была во втором веке. Их назвали безголовая. То есть головы-то нету епископов. Безголовая. Но они быстро кончились. И если там не было Христа, а этот вопрос все однозначно понимали и понимают. Все одинаково. Тогда Христа-то не было. Он не был в церкви. Он во все дни до скончания века. Какие-то вопросы можно оспаривать. Понимали по-разному. Здесь-то почему не признать-то? Баптистам только надо сейчас принять пойти к Папе Римскому или к Патриарху или Григорино Армянам. Чтобы рукоположили минимум два из ваших старших пресетеров. А они рукоположат своих и все, церковь будет. Зачем сопротивляться-то? Явно, что это не человеческими силами сопротивляются. А мы так думаем. Ну думайте, оставайтесь. Один ответил так. Меня, говорит, от своих дум тожит. А я отвечу на вас. Да. Я согласен. Я вам отвечу. Вы вопрос мне задали. Я вам отвечу. Да. Первое, более прямое, что никакой православный или католик, если вдруг будет воля добрая, так скажем, у какой-то общины баптистской, пускай мы хотим, чтобы вы рукоположили, чтобы мы могли придерживаться вашей традиции, ни один ни православный епископ, ни католический не пойдет на это. Потому что по тому же принципу, что они скажут, вы должны быть нами или и не оставайтесь теми, кто вы едите. Неправильно. Уже это было. Дмитрий, ложным путем идешь. Смотри. Когда Никон произвел реформу гибельную, то люди потеряли священство. В России ни один себя епископом не назвал. И вот они ищут, где взять епископа. И наконец, спустя сто лет с лишним находят митрополита Амвросия. Он рухополагает двоих, и сейчас вот эта ветвь старообрядщица белоклинистской иерархии. Вот самый правильный путь. Они искали больше ста лет. Никого не находилось, но Бог увидел их желание и дал. Вы-то не искали. Я уже говорил с епископами. Нет, не искали. Дмитрий, послушайте, я говорю, баптисты говорят, мы согласны, чтобы у нас был епископ. Но это совсем понятно, это уже еретики только могут говорить, что не нужно. Но мы не хотим, чтобы у нас были иконы. Я разговариваю с епископами в синоде. Я говорю, вы можете рукоположить им, чтобы они были без икон? Ну, одни могут, не могут. Договорились, могут. Но баптисты говорят, мы хотим, чтобы у нас было как есть, но с епископом. Но мертвым молиться мы не будем, мощами мы не будем мучиться. Можно им? Тоже подумали, говорят, можно, без этого можно спастись. Теперь, чтобы у них не было канонов, там все, святые молятся. Я все это убрал, без ризы, без нару камняков, без этих красивых шапок баптистами. Но непременное условие какое, чтобы они нигде не поносили то, что приняла апостольская церковь. С ними договориться. Иконы не идолы. А поклоняться пусть без икон будет, но иконы это не идолы. Иначе Господь сам идолопоклонник был, ходил в храм, где было от пола до потолка. Это 41-17 из Икииля говорит, в каком храме был. Он весь был в иконах. Эконы, изображения. Я уже договорился. Баптисты будут такие, как есть. Я, конечно, советую вам задуматься, почему вы безбородые, по стихии мира живете. Чтобы не брились. Идите рукоположение получите у армян, Григория на армян. Меня за это православные долбят. Они иритики. Они сохранили рукоположение. Сохранили. Сейчас папа встречался с патриархом. Но не нравится их папа. Придите к патриарху, Кириллу, к Варфаломею. Там много автокефальных, православных отдельно. То есть вопрос этот практически решен. Вот меня спрашивают, а если бы вы были патриархом, я в пяти университетах вел занятия, и говорили, что бы вы сделали? Ну, в первую очередь, прекратил строительство храмов в один день. А на следующий день открыл бы тысячи училищ. У нас учителей нет. Я говорю, а я во всех бы Малоузовской, пять в Москве. Я уже договорился, обдумал. Я сказал, скажите, у вас есть люди, которые хотели встречаться с православным сообществом и проповедовать Христа? Любили, что Библия, они же не знают православную. Я говорю, есть. Я говорю, вы можете тысячу человек, они говорят, пять тысяч можем дать сегодня же. Я говорю, я с ними договорился. Не трогать православную догматику. Второе, вы учите людей любить Христа и любить Библию. У меня уже стоит целый отряд баптистских проповедников. А вы говорите, нету. Когда молишься, Дух Святой открывает путь выхода. Мы не настаиваем ни на чем, кроме на том, что без епископа нету церкви. Это говорит кто? Подробно шесть посланий Игнатия Богоносца. Да это кто? Это ученик апостолов. Это ребенок, которого Христос брал на руки. Его бросили львам, львы растерзали. И он говорит, где епископ, там и церковь. Если говорить, вот только что написано в Новом Завете, больше нельзя, тогда Дух Святой кончился. Мы знаем, что Петра распяли вниз головой. Откуда? Кама Гридеша Сенкевича. Баптисты ее любят. Книгу эту. Откуда узнали? Ну откуда? Это история. Если вы баптисты, говорите вы от Христа, вы только скажите, во втором веке кто веровал, как вы? Одного за сто лет. Третий век, четвертый, пятый, ни одного нигде нету, чтобы без епископа была церковь. Нету. Пятый, шестой, семнадцатый век. Ну понятно, что заблудились далеко баптисты. Без епископа нет церкви. Иначе церкви не было, потому что везде это было. Спорят люди о том, что по-разному, а где все одинаково, не спорят. О том, что должны быть епископы рукоположенные, спора ни разу не было в церкви. Никогда. Почему? Это общее мнение. Общее. Все одинаково понимают. Вы же знакомы с баптистами, что у них епископы, пресвятера, как бы возвращаясь. Мы признаем евангельское рукоположение, что как бы порядок, что это вот этот образ, где нисходит благословение на тех, кого выбирают для руководства общины или церкви. Мы это признаем. Вопрос только у нас разница с вами из того, что я слышу, в том, что вы о преемственности говорите. Ну да. А мы говорим, что преемственность такого значения не имеет. Почему? Ну как бы, я отвечу не потому, что я возражаю, а как бы отвечу, потому что мы не считаем, что без священства нет спасения. Мы считаем, что Христос нас священник и без Христа нет спасения. Вот как бы, то есть для нас это не такой краеугольный камень, что вот если нет священства, вы все погибли. Хоть у вас там Дух Святой и хоть вы рождены свыше, вот нет священника, все вы погибли. Вот это режет слух немного. И на основании нового завета, как бы... Дмитрий, Пашу, тут понятно все это. Я баптистские все выводы знаю до одного. Скажите, деяние апостолов восьмую главу признаете? Ну конечно. Слушайте внимательно. Давайте, считайте. 14 стиха. Какое место? Какой стих? Деяние апостолов, восьмая глава, 14 стиха. Да. Считайте. Святая, находящиеся в Иерусалиме апостолы, находящиеся в Иерусалиме апостолы, услышавшие, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна. Так остановитесь сейчас. Звук мой достигает вас не сразу. Я говорю, а вы еще не слышите. Смотрите. Там люди уверовали, написано, приняли Христа. Но апостолы все до одного находятся в Иерусалиме. И они поняли, раз там апостолов не было, руки не были возложены, Дух Святой на них не пребывает. У вас нет этих рук апостольских. Зачем бы они пошли, никого не спрашивая? Спросили, а кто-нибудь апостолы были там в Самаре, не были. Все понятно. Дух Святой на них не сходил. А остальное это мыльные пузыри. Считайте дальше. Послали, послали Петра и Иоанна. Послали. Которые пришедшие помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, и только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Все, довольны. Дальше? Да не надо дальше. Почему они не приняли Духа Святого, пока руки апостольские не коснулись их? Ответьте. Вот это у баптистов чего не хватает? У них связи никакой. И говорить о Духе Святом, это сам на себя просто напускают. Тогда и у яговистов Дух Святой, и адвентисты седьмого дня, но с друг с другом то не связаны. Диаметрально противоположен понимают. Но здесь не сказано почему, если быть искренним. Мы не знаем почему. Но когда апостолы пришли, они именно конкретно об этом помолились, и это произошло. Почему этого не было до этого, мы просто не знаем. Не знаете, потому что вы не являетесь церковью, а церковь знает с первого века. Без апостольских рук Дух Святой не сходит, миропомазание будет. А мы не знаем. Да разве это ответ? Если вы вышли на арену, не говори, не знаешь. Ты должен знать. Я говорю об этом конкретном месте, что я только прочитал. Я не говорю, что в целом. Я говорю об этом месте, потому что мы знаем, что в другом месте Дух Святой... Все понятно. Так, я вам на вопрос ответил дальше. К этому вопросу больше не возвращаемся. Вы захрясли в этом грехе вас не вытащить. Если только вы избранные Богом, вам Бог откроет. Я сказал, так понимала церковь. В 3, 5, 10 веке ни одного баптиста не было. Церкви не было тогда. Потому что тут понимали все одинаково. Вы просто понимаете, берете на себя то, что не из страха. Договорите. Да, но... Знаете, благодаря... У нас один человек был такой, епископ, Говоров, Феофан Затворник. И он говорит, благодать трех видов. Вы-то этого ниоткуда не узнаете. Благодать призывающая, благодать обращающая и благодать освящающая. призывающая это вера от слышания. От слышания от слова Божия. Обращающая. кто будет веровать и креститься, спасен будет. Это ты должен ответить на это. А третий должен быть священник, который тебя крестит, который совершит литургию, который причастит тебя. У сектантов, у баптистов, у них вот эти две первые части есть. Есть. Меня спрашивают, а вот как вы считаете, баптисты, они рожденные или нет? от Духа. Я говорю, имеют ли Духа Святого? Я говорю, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Значит, Дух Святой баптистам открыл. Но они дальше не пошли. Они на первой ступеньке засохли. А дальше надо идти. Дальше-то церковь идет уже 20 столетий. И посмотрите, как в церкви было. Так всегда было. А почему вы это отрицаете? Ну, сатана заблокировал, по-другому не ответишь. Умные люди. Я отвечу. Я ответил. Я, конечно, не то, что я знаю все. Я как бы дам частичный ответ вам, как русский баптист. Как русский баптист. Я, например, скажу, что в частности, вот, конечно, вот у меня специально пришел вам показать, вот если вы глянули, вот такая книга есть у меня, «Стрегольники. Русские гуманисты XIV века». Например, это те люди, которые, например, они возмутились против той коррупции, которая была в православной церкви в то время, 13 век, начало XIV, к примеру. То есть в церкви, начиная от апостольских времен, каждый раз, когда появлялась коррумпированная составляющая, потому что когда не все выдерживали испытания властью или как бы славой или положением, церковь коррумпировалась. Вы, я знаю, много критикуете сегодня православную церковь за ту коррупцию, что чины покупаются и прочее. И это всегда приводило именно к возмущению внутреннему, искренне ищущих Бога людей, и они отходили то ли от православной мои предки, они отошли от православной церкви. Вот моя бабушка, она была учительницей воскресно-приходской школе, она уже умерла, она сама 1905 года рождения. Они, говорит, мы отходили от православия, потому что коррупция, потому что церковь, это просто было структурой, которая поднуванию денег, извините за грубость такую, или инструмент, которым пользовались для того, чтобы контролировать людей, не вести их к Богу. И как бы в течение всей истории христианства вот эти моменты, они, когда накатывались, всегда от церкви отходили люди, которые были богоискатели. Они по-разному назывались. Я, например, не называю, что мы баха из ничего возникли. Я, например, считаю, что мы баптисты, русские, вышли из православия. Я не отрицаю, что мы все то положительное, хорошее, что в православии есть, и в учении, и в традициях. Дано достойно уважения, достойно применения и внимания, чтобы основываться. Мы не отвергаем 100%. Хотя после, конечно, времен Александра Тветьего, когда прокурор Синода стал воздвигать на неправославных гонения и предавать их смерти, и я вот сейчас недавно читал, только сегодня, и как много христиан неправославных пострадало, именно просто попали под нож семьями, люди потеряли друг друга и прочее. И вот я рос, когда маленький, у меня у нас была, я в церковь баптистскую хожу, у нас сестра, наша верующая, уже более пожилого возраста, мы молодежь возревновали, давайте крест поставим в церкви, она говорит, да что вы, она так смутилась этим, потому что она помнит, как именно православным крестом ее потомки были преследуемы, гонимы, и как кровь пролита была, и вот как бы отсюда идет антагонизм, и мы не из воздуха появились, мы из церкви появились, но по причине вот тех коррумпированных моментов, когда приходили в церкви, наступали, вот происходило время от времени отвлетления, ветви новые отходили, вот я так размышляю об этом, Игнатий Тихонович. Это вы сказали, и это большой грех, что православные гнали, я об этом говорю постоянно, но это не дает основания, чтобы впасть еще в больший грех, еще в больший, к лучшему то не пошли, вот мы это понимаем, на вас гонения может такого не было, как на меня, я сейчас не знаю, может быть только на Путину больше нападает, на патриарха, весь эфир засорен, все миссионеры, они там лживые где-то, и баптистам, что я с баптистами молился, это мне в грех не проститься ни в этом веке, ни в будущем, а как молился, что они не видят, я говорю, а сколько я там молился, я ушел оттуда, а сколько человек пришло, то вы, они ничего не, злоба филосиот, он говорит, предвзятое мнение не дает здравого мышления, а злоба вообще отнимает разум, поэтому, то, что вы говорите в прошлом, ну теперь, а она, ваша сестра, понимает, ассоциирует гонителей с крестом, разве это справедливо, она видела крест в руках священника, который может быть, нет, нет, конечно, вот тут у баптистов долго боролись, а сейчас поставили крест, баптисты зарегистрированные, сейчас у всех кресты стоят, и поэтому, мы говорили, вначале говорит о том, что православная церковь, на вселенских соборах, отобрали нужные книги, канон, дальше перевод сделали, у баптистов самая правильная вера из всех протестантов, почему, они вплотную к православию стоят, а от них, которые вышли, там, адвентисты седьмого дня, это Уильям Миллер, там, Елена Уайт, а они сохранили все баптистские заблуждения и добавили своих, а от них свидетели Иеговы, те все это сохранили у адвентистов и свои. С баптистами вообще легко разговаривать, они верят Писанию. Я вам сказал, больше на эту тему говорить нечего, к ней не возвращаемся. Давайте другой вопрос. Спорить верующему не положено. Кто имеет обычный, церковь не имеет этого обычного. Конечно, нет, нет, я просто, я согласен, просто как бы нести ясность, где, да, я вам сказал, это не причина. Вот эта черяга, которая давит. Хорошо, вы видите, нас гонят, вы хорошо знаете, но мы же не уходим из православия. Я бы, я когда сказал, говорю, если бы у баптистов был положенный епископат, я бы ни одного дня православным не был, ушел к баптистам, так меня забили за это. Я говорю, они верят-то правильно, хорошие семьи, труженики, честные, не пьяницы, не матершиники, хотя там отдельные какие-то это, единицы. Ну, у нас-то сплошь, на 300 крещеных, моченых, один только что-то знает, 0,3 процента. 99,9 брак в церкви идет, но церковь живая, церковь это корабль, который пираты захватили, поэтому я работаю, я знаю в церкви. Самый святой буду там у баптистов, я знаю, я не в церкви. Церковь, где епископат, все понимали одинаково, а как быть, получите епископов. Я не говорю, идите в православие, я никогда не говорю этого. Начните работать в этом направлении, чтобы вам двух или трех рукоположили, которые старшие пресетера, а они рукоположат ваших, что есть, всех до одного, вы будете церковью христовой. Вам не надо менять учение, оно у вас правильно, отношение Христа, Троицы, души, вечности, все правильно, вы взяли от православных, это готово. Учение Троицы, откуда вы взяли это? Троица нет слов в Библии, вы же это взяли от православных. Я вот был, мы взяли, кто приходит из протестантов, я говорю, вы никогда не забывайте, что хорошее там получили. Вы о Христе там услышали, да, Библию вам они там подарили, да, вы это говорите здесь, не скрывайте, иначе вам Бог отрубит это место до встречи с баптистами, что вы ничего не получили, и вы снова в безбожниках окажетесь. Я всем говорю, где я обратился, среди пятидесятников, мне дали Библию, все обращение, это в чем заключалось. Я готовый был. Я благодарю Бога, что Бог меня привел туда. Во славу Божию. Да, ну спасибо. Я, конечно, хотел задать еще просто один вопрос, он как бы больше философского характера. Говорите. Потому что мы с этим, я лично, как бы, я открыт своим умом, и смотрю, кто что говорит, и я с этим сталкиваюсь буквально во всех, и у православных, и у баптистов, и у харизматов, и у католиков, и у всех, кто называет себя христианами, вот все они, у всех есть такой элемент, присутствует, не у всех, не все это говорят, но у них присутствует элемент, где они на себя берут власть говорить так. Вот как я сказал, это значит, так Господь сказал. Вот я, я поставлен, я верующий, вот я сказал, это значит, Слово Божье. Если ты меня не послушался, потому что я тут лидер или руководитель, то ты как бы автоматически становишься еретиком, или предают анафеме, или отлучают от общины и прочее. И у меня вот такой вопрос по этому поводу, я читаю, следую Писание, и я наталкиваюсь на как бы конфликт в моем размышлении. получается, что мы часто пытаемся загнать Бога в какой-то коробок и говорить, Бог вот, вот он только вот такой, вот он только так мыслит, вот закон, вот и прочее, что мы как бы не даем место Духу Святому, как написано, Дух приходит, ты не знаешь, когда Он приходит и когда Он уходит, где Дух Господь, где Он нам свободен, то есть мы получается, говорим, Бог не может действовать только так, или Он действует только так или вот так, но ни в коем случае по-другому, но мы знаем, что Бог суверен и в своих методах как призвать человека, как его поставить на истинный путь, он, помните, Валаама, он даже ослицу заставил заговорить, чтобы тот обратился от своих злых намерений, то есть Бог, вот я так понимаю, не нет ли здесь вот этого вот опасности, когда вот мы ограничиваем Бога, вот, например, я уж извиняю, не в упрек, например, православию, к примеру, вот я буквально Исаию перечитывал, Исаию перечитывал, и вот здесь вот такой стих один, вот Исаия 28, 13 стих, вот читаю, я думаю, но это не только как православие, но так как она более древняя община, то у них это больше, оно есть и везде, оно и в молодых христианских общинах возникает, вот это вот, и стало у них словом Господа, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного, так что они пойдут и опадут на взничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены, вместо того, чтобы как бы доверять Духу Святому, действовать, направлять, быть открытым, если Бог корректирует, послушно следует за это, вот нет, Бог так не может, у нас такое правило, так не может, у нас такая заповедь, вот такой, вот здесь у меня вопрос к вам, вот как бы взгляд ваш на это дело, правильно ли так поступать, потому что тогда можно прийти, ну, находиться в постоянной вражде, и даже иногда переходить к кровопролитию, как это было в истории церкви, понимаете, когда гнали, не только потому, что за то, что человек не думал или понимал что-то по-другому, вывод-то простой, мы считаем об этом 8.20, или там это, у Исаии говорит, если они не говорят как слово мое, то нет там света, нет света, и весь ответ, если не по Библии, мы должны сверять все, и каноны церковные, и святых отцов, если Библия об этом не говорит, то слова Кирилла Иерусалимского, если слова мои не сходятся с Библией, то не верьте и мне, вот весь ответ, а православные Библию не знают, поэтому можно что угодно говорить, и они все, батюшка благослови, батюшка благослови, вот, но и говорить о том, что Дух Святой не действовал 20 столетий, а сегодня вдруг он по-другому открыл, с этим никогда нельзя согласиться, я спрошу, скажите, вы принадлежите, вы из России когда выехали? Из России выехали в Америку? В 98-м году. А вы знаете, что здесь в 62-м году параллельно существовали всех Б и Совет Церквей, инициативники? Да, конечно. А что их разделяло? Когда все одинаково молятся Богу, все одинаковое, почему разделились и по сегодняшний день не могут объединиться? Почему? Где Бог-то? В каком месте? Ну, почему они не могут объединиться? Нет, нет, я, вот, вот это интересный вопрос, потому что, вы знаете, вы мне напомнили, я вам отвечу. Вы принимите мой ответ или нет? Как Бог действует? Когда-то я служил в армии, я служил в Костроме, в воздушно-десантных войсках, 331-й парашютно-десантный полк. Был и встретился с пресвитером Костромским, тогда еще, был в увольнении, пошел к нему в церковь, в общину, пошел пообщаться и задал именно этот вопрос, почему нет единственность между христианами? А он поделился, вот опять, хотите верьте, хотите принимайте, он говорит, это меня тоже смущало, он был пожилой уже, пресвитер этой общины, он говорит, я долго смущался этим вопросом, Моя Костромаш, вы знаете, это старый русский город, очень православный, там монастыри, мечей, церквей, на каждом углу. И вот он говорит, я долго молился об этом, и мне было сновидение, говорит, меня смущало, что из одних выходят другие, как будто бы разделение, как будто бы, он говорит, и увидел, я поставил во сне, мне Бог показал стол, а на нем ваза, и с красивым букетом, и все цветы были разные, вот он мне отвечает, 20-летнему пацану, говорит, и все эти цветы, они вместе, как очень красивая гармония, но они разные, говорит, я принял от Господа, как бы, откровение, чтобы я этим вопросом не мучился, если это произошло, это произошло, как бы, Господь действует, пути Господни неисповедимы, вот Господь направляет историю церкви таким руслом, почему, я не знаю, как в откровении Иоанна говорит, что говорит, говорит, церковь, если вы помните, сдвину святильник твой, если церковь, или община какая-то, не выполняет, данную ей задачу от Господа, Господь сдвигает и ставит, может быть, прививает новый, на эту ветвь, новая лоза появляется, вернее, на эту лозу новая ветвь появляется, но я не знаю, я просто отвечаю вам образом, который мне, поэтому я, у нас, где я вырос, у нас тоже был регистрированный совет церквей, и по молодости я, мы пытались убедить друг друга объединиться, и как бы, у каждого была своя правда, мы не можем объединиться, если вы не приедете в нашу, как бы, сторону, а мы, а у нас, вы не можете с нами объединиться, если вы в нашу сторону не приедете, а потом, а те, кто по старше поколения, в нашей общине были, я помню, сестра, она уже умерла, она говорит, она всегда на это отвечала, так, интересно же, как им Господь открыл, она не возмущалась, никому ничего не доказывала, не спорила, а вот таким образом, каким-то мирным духом отвечала, интересно, как им Господь открыл, вот мой ответ на этот вопрос, знаете, не Господь открыл, а наше безразличие, тепло-хладность, был бы ты холоден или горяч, а как ты теплый, Господь говорит, извернуй из уст, то есть ты подобен блевотине, когда тебе все равно, Бог открыл, ваза со святами, да вы же знаете, регистрация была по пунктам, до 16 лет, чтобы не ходили, приезжим не давать Слово Божие, то есть полностью, баптистская церковь, стала как православная, КГБшников ставили пресвятерами, сегодня все вскрыто, это уже имена, клички, все известно, отделенные, это отделились они от сахарной жизни, и теперь, когда они отделились, то их узнавали, где они молятся, и своих, которые во всех Б, предавали их, как вот в православии, это в 27 году, митрополит Сергий, принял все условия, и сказал, ваши радости, наши радости, а которые епископы сидели в тюрьмах, власть сказала, обидите врагами народа, а для чего эта патриархия нужна была, вот эта московская патриархия, она была образована 4 сентября, 1943 года, Сталином и Берией, он вызвал троих, Семанского, которые тогда был, три епископа было, Юрышевич, и вот, ну, которого первого, Острогородского поставили, и они на все согласились, с кремлевской столовой стали питаться, предали все, абсолютно, не то, что Бог открыл, тут не надо этим прикрывать, причина у баптистов точно та же, и те, которые, баптисты-то отошли, как Георгий Петрович Винс, возьмите Николая Хмара убили, я в самом начале, в 62-м году они образовались, я помогал их материалы тайно разносить, мне это все известно вот так, я на кафедре у них проповедовал сколько лет, и скажу, что сравнивать по нравственности не приходится, не приходится, но объединить очень трудно, мне пришел в одном месте, в одном городе, я пришел, а никто не знали, меня просто представили, к нам приехал брат, а они молились об объединении, и у меня сохранились свидетели, и я стал говорить слово, одно слово в баптистском собрании, но заранее предупредили, чтобы отделенные пришли, и зарегистрированные, и после моей проповеди, там такой плащ стоял, как они просили друг у друга прощения, молились, целовались, общенно объединились, и все думали, одни думали, я их, а другие думали, я их, а я не их и не их, я просто люблю моего Господа, а почему, когда они правильно понимают, легче им понять, и дальше истину-то, теперь православные меня бьют, а зачем их объединять, разделять до власти, чем больше будет отделения, я не могу так рассуждать, Господь меня так не учил, Он говорит, как в виноградной ветви, а вы, кто, кто виноградок, ты посчитай, вот какое дело, разделилось из-за греха, а никому как Бог открыл, я знаю, это от О до Я, это разделение, они заплатили, страшную цену за это, я говорю, я говорю просто, как реагировали, не то, что там открыл, не открыл, я вам приведу, я-то сам из регистрированных баптистов, и я помню, мама и папа ни разу не пропустили нас привезти в собрание, каждое воскресенье, и я в 6 лет выходил из собрания, а на лавочке сидел уполномоченный там по религиозным делам, и делал списки, и чьи дети, и Господь хранил, даже от преследований, я имею в виду, ни отца, ни мать, никто, семья 12 детей, то есть, хотя там кто-то, что-то было, но я просто знаю, что вот почему-то Господь допускает это, когда к нам приходил пресвитер, отделенных мы, Совета Церквей, наши братья давали ему слово, но они считали себя лучше, и когда наш пресвитер приходил к ним, они слова не давали, вот такая вот была история, вы в Америке находитесь там, поэтому, ну это уже история, Азарова Михаила, слышали такого? Нет, не знаете, это очень популярно, это кто? А кого вы из них знаете, из отделенных, которые много лет сидели, Храпова слышали? Храпов. Да, мой тесть, он его называет духовным отцом, он с ним сидел в тюрьме. Он 29 лет... От него и уверовал, мой тесть уверовал от Храпова. Видите как, они не приняли вот этот гнет, который разлагал все, они воспитывали людей, которые были верны режиму, это подобно, подобно. А слышали такого Бойко, Николай Евграфович? Есть книга такая, возьмите, найдите. И вот, это люди из отделенных, как он уверовал, когда был в плену в Германии. У меня знакомые есть, в Америке они сейчас, Кушнарчук Иван, не слышали такого? А Николай его сын, Кушнарчук. Видите, мне непонятно, как так. не слышал. Я вот когда обратился, то первого проповедника... А я вам скажу здесь. Ярла Николаевича Пести, то знаете? Ярла Николаевича Пести. Меня когда судили здесь, меня судили за это дело, то у меня было 136 часов проповедей Ярла Николаевича Пести. Мы были близко знакомы с рижской группой, Бондаренко и Осипа. Они в Америке все сейчас. И мы там ездили, брали прямо с хельсинской студии, горячие эти. И меня судили за то, что я его распространяю, зарубежника. Мне он очень нравился. Я с ним переписывался, с Ярлом Николаевичем Пести. Он просил мои проповеди, он хотел там сравнить, как что. Я ему посылал туда диски свои. Ну, ясно, да. Да. У нас здесь, видите, вот вы задали вопрос, почему не объединяются баптисты регистрированные и отделенные в России. А вот здесь, их очень много эмигрантов, вот здесь они объединяются. Здесь они собираются в одни общины и проводят... То есть, вот этот вопрос, те, кто эмигрировал из России сразу после распада Советского Союза, отделенные, регистрированные, здесь они объединяются. То есть, камни преткновения почему-то здесь они не находят. Я знаю почему. Я знаю почему. Потому что те баптисты, которые были отделенные, они очень сильно отличались. А когда поехали в Америку, Америка их растворила в своей кислоте безбожной масонской. И которые были отделенные, они стали такие же, вот такие же мирские, как которые во всех Б были. И поэтому ничто не разделяют. У меня оттуда звонят, говорят. И они теперь отошли от тех и от других. Отдельно собираются. Потому что одеваются женщины, красятся в брюках. Мужчины, вы были бритые, такой останетесь. Зачем бреетесь-то? Ответьте мне, Дмитрий. Отвечаю. Я знаю вашу позицию по этому вопросу. И я ничего не имею против бороды. Но я, например, почему я бреюсь? Я вырос в этой культуре, где бреются. Но я ничего не имею против бороды. Культура. Отвечаю, почему. А отвечаю, почему я не считаю это грехом. Я не знаю, как вы к этому относитесь, как к греху или нет, я не в курсе. Но отвечаю, почему я не... Вот я с братом моим беседовал по этому поводу. Я говорю, ну, а помнишь, говорю, апостольский, апостольский этот самый, собор. Мы вот уверовали из язычников. Апостолы что им сказали? Давайте, говорит, не будем им навязывать закон Моисея со всеми правилами и канонами, а попросим их о этих трех вещах. Воздерживаться от блуда, удавленной и идоложертвенного. И крови. Как бы вот они ограничили, то есть они пошли под свой... Да, и крови. То есть вот как бы я исхожу, что апостолы, например, по этому поводу сильно, ну, не запаривались, извините за грубое слово, как бы, но... Ну, хотя я не против бороды. Нет. Ну, для меня, например, я привык так. Я, например, никакого духовного контекста за... Я не против. Я не против там бород, кому нравится, кому не нравится. Вот так вот я привык. Ну, это разве ответ? Христианин разве может так отвечать? А я привык. Вот, заметьте, вопрос. А пророки были с бородами? Все баптисты отвечают, да, с бородами. Христос с бородой? С бородой. У Давида, когда слугам полбороды отрезали, он не запустил даже в Иерусалим земной. Написано, были очень обесчищены. Одину, когда изнасиловали, дочь Якова, только обесчищены. Это хуже изнасилования. А я не считаю. Так апостолы не указали, что нельзя быть в масонских ложах. Они ничего про это не сказали. И поэтому вступают в масонские ложи. Они ничего не сказали о принятии чипа. Да можно принимать и чип 666. Зачем это говорить-то? Они о бороде, потому и не говорили, что все были с бородами. Это настолько естественно было. Все апостолы. Вот иконы я прошел, 475 икон. И только два мужчины без бороды. Это маленькие юноши были. Пантелеймон и Ян Богослов. Однажды меня пригласили баптисты к себе там на свое собрание в город Павлодар. А у них там были неурядицы когда-то. Их к ним прислали из Черновцов. Знаете, где Черновцы? Очень хорошего прислителя. Да-да, был я в том городе. Сидлецкий Павел это. Сидлецкий. Фамилия Сидлецкий. Ну он был... Карл Станиславович. Он был присл... Вот. Очень хороший. Это все говорят. Знаю его. И вот я когда к ним приехал, ну и побеседовали, хорошие старики собрались. Я говорю, расскажите, вот вы старики и каждый день скоблитесь. Зачем? Я говорю, по стихии мира. Они молчат. Я открываю журнал, а журнал назывался «Баптист». 1906 год. «Баптист». Большой, как журнал «Огонек». И на первой странице молодежь вся сидит все до одного с бородами. И пресс-фитеры все. Я говорю, смотрите, «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Самый старший Ульянов. Его товарищи, бабушкин, все до одного с бородами. До одного. Я говорю, теперь скажите, если бы сейчас все в мире, ну в России, носили бы бороды, вы стали бриться? Они говорят, нет. Я говорю, ну и решайте, вы смотрите, что в мире. Они начали говорить, а Карл Станиславович говорит, он прав. Мы поступаем по стихии мира. Вам не надо, вот только против говорить-то. Все бы с бородами, я бы не выделялся. А Федель Кастр на это не смотрит. Он приезжал и целовался с ними, и с Брежневым, и с бородой был. Борода – это знак твоей власти. Ты безбородый подкаблучник. До тобой жена командует. Это называется блудодейная ересь. Обычно говорят, да как бы жена до себя допускает, и прочее. Плохие правила было, их не хоронили даже на кладбище, как псов смердящих. А зачем тебе это нужно? Это знак, данный тебе Бога. Потому что с возрастом приходят. Язычники стараются молодость продлить, а верующие приобрести мудрость. А мудрость приходит с годами. А борода говорит о возрасте. Это Бог так сделал. Вы протестуете против Бога. Даже в малом вы не можете своим привычкам. Конечно, и баптисты ты привычка, шестилетний сидел, ты не пойдешь. А написано, в вере были благомысленные в Пессалонийских, ежедневно разбирали, так ли это. Вы хорошо сделали, что пришли. Но я вам в конце скину там наш сайт, и там к истинному православию будет книга на первой странице. Раскрывай ее. И там все это подробно, с каноном, о церкви, о священстве. Два вопроса, которые вам необходимо, Дмитрий, решить, пока вы живы. Вы не бойтесь восстать против вас. Спасибо большое. Вопросы еще есть? Спасибо. Есть один вопрос. Давай. Есть. Он такой отвлеченный. Опять же, апостольский собор постановил, значит, мы упомянули, воздерживаться от бруда, удавленных, крови, идоложертвенного. Да? А в другом месте, вот как вы, мне интересно ваше мнение, а в другом месте, уже нам значительно позже, когда Павел, Павел миссионерствует, его просто, бредложертвенным встал. И он, как бы, стал противоречить апостольскому собору. И сказал, да что вы рассуждаете? Пошли, купили это мясо. Ну, потому что, греческие города, там, на рынке продавали мясо, идолов, которые, которые, эти жрецы продавали, чтобы выручали деньги. Это было просто продуктами питания. Да. И апостол Павел, как бы, не возражал. Если вы относитесь к этому, как на битие ещи, не исследуя. И как бы, конфликт, Павел, как бы, ставит, противоречие идет с апостольским постановлением. Как вот вы объяснили бы это? Хорошо, Дмитрий, он там как раз и говорит. Если ты не знал, идол ничто, если ты не знал, и ешь без всякого сомнения, молитва твоя, всякая, говорит, пища ощущается Словом Божьим и молитвою. Он прямо пишет, молитвою. Но если тут сидеть немощно, без исследования, он говорит, да, без исследования. То ли жертвенное, то ли не жертвенное, ешь, жарь и ешь. Но если тебе сказали, что идол жертвенное, тогда не ешь, чтобы не соблазнить. Ничего против нету. Я вот хотел сказать, смотрите, Галатам 5.14. Просчитайте. Ибо весь закон в одном слове заключается, люби ближнего твоего, как самого себя. А где же люби Бога? Куда эту заповедь дели? А Господь говорил, люби Бога, люби ближнего. Когда ответил? Ну нету здесь про Бога-то. Ну что, противоречит Павел? Любить Бога не надо? Не-не, но здесь... как здесь... Не торопись. Не торопись. Не торопись. Я сейчас по контексту гляну. Нет. Я... Тут в одном стихе все, никакого контекста не надо. Как ты можешь любить Бога, которого не видишь? Ну да. Когда человека, которого видишь, не любишь. Да. В этом человеке ты должен увидеть Бога. Вы меня посетили, навестили. Бога не может вселенной объять, миллиарды световых лет. А на постели болящей, он говорит, меня посетили. В размере 2 метра, и ты Бога нашел. Накормил, напоил, посетил. И поэтому в нем мы должны увидеть Христа. И это не противоречит. Поэтому и слова Павла не противоречат. Я к тому месту отвечаю вам. Много что в те правила приходит. Вы нигде не найдете на Первом соборе, чтобы было написано, что верующий должен быть коррупционером. Не написано. Там не написано, что верующий не может вступать в партию коммунистическую. Ну так же нельзя цепляться. Вот допустим, блаженны нищие духом, их есть Царство Небесное. А о вере не сказано. Может быть и неверующим, лишь бы нищий духом был. Так же нельзя рассуждать. В другом месте сказано, без веры угодить Богу невозможно. А неверующий Богу представляет его лживым. Надо в совокупности брать все. И поэтому вопрос о священстве, о бороде надо брать в совокупности. Конечно. Так что бритвы сегодня выбрось. Сегодня же. И посмотри, что вам жена скажет на это. Понятно. Благодарю, Игнатий Тихонович, за время, что вы мне отвели. Ну, я говорил вам, что сегодня ваше окошко, можно зайти в это время. Так, вы, когда будете считать, я вижу, что вы любознательный человек, я вам сейчас скину сразу свои данные разных ресурсов. И на нашем сайте, сайт, не форум, не ютуб, на сайте, там сразу откроете к истинному православию. Я эту книгу 40 лет собирал материал. 40 лет. Там все взято из документов позад них. С первого века. Это было срезвычайно. Обязательно. И вы, вы тогда уже будете знать. Наше дело сказать друг другу, не спорить. Вы не приняли, это ваше дело. Это я же не могу настаивать. И не так же. Рядами идите в одном направлении. Я вас не зову в православие. Я говорю, вы дойдите до этого сознания, вы только по нашим. А я говорю, идите к католикам, к Григорианам, армянам, коптам, сирийцам. Я не из тех, которые к себе тянут. У нас в общем запрещено к себе приглашать. Запрещено. А почему? Потому что вместо христиан они могут увидеть карикатуру. К нам нужно проситься. Пишут письменное заявление. Мы сходим, проверяем его. И мы самоуничтожающаяся община. И мы все еще живем. Почему живем? Бог знает. Но бывает так, человек, я нигде не хочу, только у вас. Я увидел, вы по правде. Тогда мы им разрешаем один раз прийти. Если он у нас был, он уже обязан будет. Мы говорим, с сегодняшнего дня вам разрешено без дополнительного разрешения приходить. Но если вы к нам не придете, одно воскресенье, второе не придете, а потом придете, вы должны дать отчет, где были. А он скажет, а я ходил к баптистам. Тогда все снято. Это нормально. Ходил к десятникам. Нормально. То есть ты должен быть ответственен перед Богом. Вот ко мне уверовал здесь один у нас, уже в общине был, работник администрации нашего района. А другой краевой администрации. Бород отпустили, не трогают бороды, все. Но не было два воскресенья. Мы стали говорить с ними. Оказывается, они не ходили никуда. И мы запретили к нам приходить. Мы обоих потеряли. Мы их предупредили. Мы к себе не тянем, так что вы на нас должны смотреть маленько по-другому. Нет, нет, я все понимаю. Я просто хотел пообщаться с вами немного. Благодарю вас за время, что вы мне уделили. Спасибо, Христос. Спасибо. У нас можно ходить к баптистам. Вот, допустим, баптистская литература мы все распространяем. Да, с Богом. Он еще не отключился. Не отключился? А я думал, отключился. Что-то прервало. Ну все, Дмитрий, если меня слышите, можете отключаться полностью. Отходим. Вот видишь, что меня видно, а его нет. Можете отключаться, разговор окончен. Все. Можешь отключаться. Я ухожу. На другой, говорит, канал. Давай. Давай.